В целях профилактики инфекционных заболеваний началась дезинфекция участков, подтопленных после паводка. Работы проводятся в основном на дачных участках. Для этого, согласно запросам Акимата города, Минобороны направила военнослужащих и спецтехнику. Работы будут выполнены в течение ближайших 10 дней. К этому мероприятию привлечены представители управления по чрезвычайным ситуациям, санитарно-эпидемиологической службы, военные Акиматы районов Астаны и Алматы. Войсковая часть 225-34, отдельный батальон радиационно-химической и биологической защиты, прибыл в город Ак-Тюбе для оказания помощи в регуляции противопалкивательских последствий. В частности, для проведения дезинфекции участков, подтопления местности, так как это является нашей прямой обязанностью. В общем, прибыло 50 человек личного состава и 16 единиц техники. Работы будут проводиться в основном по району Алматы. Тут насчитывается 107 участков, пострадавших от половодия. Там есть жилые массивы и садоводческие коллективы. Это где-то 5036 гектаров общий объем. Это планомерные работы будут проводиться в течение 10 дней. Средство, которым обрабатывают, называется дезистрол. Оно, в принципе, не опасно для человека, однако находиться рядом во время обработки специалисты не советуют. Также стоит отметить, что дома дезинфекции не подлежат. Обрабатываться будут только участки, находящиеся близ населенных пунктов. То есть на эпидемиологически значимых объектах. Это где есть места захоронений и кладбища. Так, первым объектом стал садоводческий коллектив «Гаухар». Тут на расстоянии в 300 метров от жилых домов расположено кладбище. Вода проходила достаточно, чтобы поднять все вредные для организма микробы. Следует отметить, что все объекты водоснабжения города Ахтубе работают в штатном режиме. Источники водоснабжения города Ахтубе были вне зоны оттопления. На сегодняшний день усиленно проводится садентарный эпидемиологический мониторинг за объектами водоснабжениями с отбором проб на лабораторные исследования. Кроме того, обработки подлежат русла рек и дороги, проходящие возле тех самых эпидемиологически значимых объектов.